Девушки отдыхают Ведь авто замены не спасет Если тефта забиваю в борт Он подчеркивает сразу все В общем, выход у меня один Измените правила, прошу Потому что я всегда пишу Корова через А Вместо О Пишу А Аккорд, Офель, через О Сорок, Офан, через О Мотоцикл Вы вдруг поедете Огонь, а не стекло Я верю в чудеса АПЛОДИСМЕНТЫ Ребятушки мои, ну спасибо вам огромное Когда мы вас слышим Мы знаем, что мы начинаем Сегодня в импровизации Себя попробуют СТ Популярный рэп-исполнитель Финалист битвы за респект Участник Версус Баттла Теперь понятным языком для зрителя СТС До 2016 года Занимался ерундой Участник группировки Ленинград Автор песен Ольги Бузовой Но не будем о плохом Роман Курцин Популярный актер Девяностые Супер Бобровый Я худею И так далее Роман сыграл множество ролей Но некоторые девушки вряд ли смогут вспомнить его лицо Потому что смотрят только на его шикарный торс Кстати, у Романа есть премия ФСБ Поэтому я больше про него шутить не буду Камиль Ларин Актер театра и кино Участник квартета И Заслуженный артист республики Татарстан А такой награды нет даже у Киркорова Возможно, сегодня в исполнении Камиля Мы увидим новый хит День импровизации Или о чем импровизируют мужчины А вот и они АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа Роман Курцын Вау Послушай Но ты, по-моему, в своей жизни занимался всем Я сейчас просто перечислю Маленькая справка о навыках этого человека Конный спорт Фехтование Жонглирование Акробатика Гимнастика Сценический бой Бокал Танец Первый разряд по ручному бою Кикбоксинг КМС по армспорту Йога Блин, я вспотел Реально Это что такое? Я просто Так, так Я просто очень хотел быть хорошим артистом Поэтому Ты думаешь, что из-за этого? Да, сто процентов А по-моему, ты просто хотел уехать из Костромы Очень Нет? Я просто боялся бандитов Еще Роман входит в гильдию каскадеров России Ну, не знаю Это все про меня еще? Это про тебя еще все Сегодня вся программа тебе посвящена будет Спасибо Такие программы будет только две Киркоров и ты Все Я хочу подарить тебе Такую вещь Чтобы ты иногда Иногда Прикрывался Становился Таким же, как мы Просто простым мужиком Вот такой вот фартук Ты иногда Ты иногда просто Вот Я сейчас Вспоминай про нас Про обычных людей Вот так Я очень рад, что этот человек отозвался Я, конечно, звал к нам всю четверку этих игроков Но пришел пока только Камиль Я хотел бы сказать, во-первых, респект вашим фильмам Крутым О чем говорят мужчины О чем еще говорят мужчины Я могу, кстати, продолжить этот ряд Вам подсказать, как дальше называть О чем говорят мужчины 19-14 О чем говорят последние мужчины В принципе, вы родили целое направление Ну, в общем, да Мы хотели как-то застолбить это за собой Но как-то вот с авторством у нас сложно Это нужно было тогда О чем мужчины, да, говорят Ну и о чем И сразу же вам отстегну Вот так вы планировали Ну, хотелось бы, конечно И для того, чтобы мужчины не только говорили, но и делали Я дарю тебе Камасутру Кто бы мог подумать И там моя любимая 114-я страница Посмотри Сережа, это свежее издание, да? Просто я первый раз я реально ее прочитал лет 40 назад Так Ну, я не знаю, что ты извинился или нет Нет, 40 лет назад сколько тебе было? 13 12 12? Да Ну, ты еще не знал, как ее применить, мне кажется Думаешь? Методом тыка Так Спасибо Ну и крутой рэпер, наш друг Рэпер СТ Я вам сейчас маленькую ложку дегтя Это именно этот человек писал Ольге Бузовой эти самые песни Вот он Вот он Браво Как это произошло в твоей жизни? Это вот чисто вот желание человеку сделать добро Ну, как это произошло? Ты взял карандаш, ручку, сидишь в туалете И как это вообще? Смотришь как-то Кстати, несмотря на то, что вот в туалете обычно не рождаются лучшие вещи Это родилось по дороге Не до них Это отличный Новый трек Ольги Бузовой По дороге в туалет Слушай, ты недавно стал частью группы Ленинград И сразу же Шнур сказал, что группа распалась Чувак Большая просьба Можешь в Блэк Стар пойти? Не останавливаюсь Еще куча мест В твоем названии СТ, мне кажется, есть что-то недо... Ну, это мало СТ Для того, чтобы было все логично И для нашего канала Я дарю тебе букву С Вот теперь Вот теперь картина полная Смотрите На СТС СТС Это Дарт Вейдер Да, нет Вот так нормально А Сися еще, может быть Смотри, у тебя стульчак, у меня книга Может быть А у него есть А этот с пузом Все сходится Ребята, мне кажется, мы готовы Встретимся на этой сцене Для того, чтобы увидеть, как ребята умеют импровизировать Рома, слава богу, ты к нам пришел И уже переоделся Привет Скажи, пожалуйста, ты чего-то в жизни вообще боишься или нет? Или твой самый главный страх – отсутствие протеинного коктейля? Тараканов Тараканов боюсь Серьезно? Импровизировать Импровизируешь? Надеюсь, там не будет много тараканов Нет, там будет только импровизация и все Поэтому давай, вперед иди к Сергею Я желаю тебе удачи Веселись Мы хотим, чтобы ты получил удовольствие здесь Главное, чтобы они получили удовольствие Я так понимаю Ура! Давайте встречайте, Роман Курцер! Роман, ну тебя, конечно, вот как-то к истокам вернули, да? Из Костромы я приехал Да, это национальный Костром Костромской костюм Голорит Мне кажется, у меня три варианта Либо я Остин Пауэрс, либо секс-инструктор, либо бизнес-коуч Послушай, это никак не связано с нашей программой Вот эти твои вопросы самому к себе Вообще, ну я скажу, что сейчас у нас в нашей костюмерном целое соревнование было Кто будет тебя одевать? Да? Да, девочки там все В итоге одевала меня моя мама Да ты что? Потому что вот даже два оператора хотели поучаствовать в этом во всем Одеть тебя, посмотреть на твои эти кубики, квадратики А, я думал на эти шарики Я просто там на заставке СТС С шариками на барабанах Понятно Давай начинать В общем, ты готов? Нет, но я пойду Да? Так тебе говорили, когда ты в театральной поступал Вот эту же упертость, эту же уверенность От тебя мы ждем импровизация Романа Курсына Поехали! Слава богу, он пришел Слава богу, я пришел Человек, чья жизненная ситуация дошла до того, что все точки на дыро ставит только детектор Андрей Самохвалов, город Малаховск Ваша аплодисмента Также у нас в студии жена Андрея со своей лучшей подругой Здравствуйте Вот ваша жена Вот Марина, вот Марина справа в сторону Именно ваша жена настояла на том, чтобы вы приняли участие в этой программе Чтобы мы проверили вас на детекторе Нет, неправда, неправда Это я настоял Не забегайте вперед, не нужно заранее врать Мы еще не начали нашу программу Итак Один вопрос А кто рядом с женой? Это ее лучшая подруга Сразу узнал Галя Галина, здравствуйте Здравствуйте Из 64-й квартиры, да? Ненавижу вас Когда вы переедете уже Хорошо, Андрей, давайте начнем Итак, сейчас мы подключим вас к детектору Подключайте Да, подключаем вас Сейчас все узнают, что я говорил про... Как только вы начнете нам лгать, мы сразу же услышим вот такой звук Так Все понятно? Да, конечно Давайте я еще раз объясню Смотрите, это детектор, да? Когда вы врете, мы слышим вот такой вот звук Теперь понятно? Да, понятно Все ясно? А вот такой звук мы слышим, когда вы говорите правду Ну что ж, давайте начнем Итак, первый вопрос, который просила адресовать вам ваша жена Вы когда-нибудь изменяли своей жене? Я никогда не вру И вот и первая ложь на нашей программе Итак, давайте на вопрос Вы изменяете вашей жене? Нет, конечно, ни разу Хотя, что считается... Я так и знала! Не зря я сюда приехала Что считается изменой? Кобелюка Журналы считаются? Ведь нет, просто это иллюзия, иллюзия То есть вы изменяли своей жене только с журналами? Конечно, я просто смотрел и представлял Не только смотрел Иногда не только смотрел, но... Я представлял Непонятно А с живыми людьми вы ей изменяли? С людьми нет Ну как, хорошо, не с живыми Ну... Хорошо Так, Андрей, мы уже поняли И вся студия уже поняла, что вы изменяли вашей жене Почему? Скажите, пожалуйста Просто Марина... Марина, она как бы это... Ну, говорила мне, что у нас свободные отношения Нет, видимо, не говорила Просто Марина разговаривает во сне И она лунатит И говорит Андрей, у нас свободные отношения Так, Андрей, у нас для вас небольшой сюрприз В нашей студии соседка семьи Самохваловых Ангелина Она лучше соседка А это подруга Здравствуйте, Ангелина Пожалуйста, присаживайтесь Ну что же, Андрей Это не мой ребенок Так Давайте подтолкнем вас к дальнейшей правде Подтолкните меня, пожалуйста У нас в студии еще две соседки Самохваловых Маргарита и Виктория Да, Андрей А мы вас недооценили Да я сам себя недооценил Какая... Это правда Какая тайна Объединяет вас с ними Нет, назовите это вслух Давайте, не бойтесь Мы соседи Это верно Но, видимо, дело не только в этом Какую тайну скрывает Андрей? Девушки Ну, мы видели, как он выходил из своей квартиры с чужой бабой Ах Да это не баба, это... Секундочку, секундочку А то, что вы беременны, это... Нет, это другой козел, наверное, мать А, это не он? Нет, нет, это... А, хорошо Оставьте свои контакты Мы вас на следующую программу тоже будем Хорошо Так, давайте продолжим То есть он выходил из квартиры с какой-то женщиной Конечно А имя, имя этой женщины Скажите Ой, я не помню, их там столько... Да, господи Да вот с этой, вот с лепардовой Вот с этой женщины выходила? Да, в лепарде Так она соседа, ты лучшая подруга Валя Я что-то... Ты, что ли, с ним, что ли? Марин, я сейчас все объясню Объясни все, пожалуйста Ты сейчас шедра такая Все, да, ну, ты, пыта Ты на удушающий выходи, на удушающий Что больше в нашу квартиру не появлялась Вышвырнуть не мог Так, так расскажите подробнее, давайте Конечно, приходит и говорит Ты мужчина моей мечты Я приду в Леопардовом Никто даже не узнает Я выгнал ее Вы не выгнали ее? Вывел Потому что мы вместе вышли Скажите, чем вас так привлекла, Галина? Чем? Она умеет... Я люблю девушек по стране И просто... Видимо, дело не в этом Она... Что вы нашли в ней, ну? Она сделала пластическую операцию И была раньше мужчиной Подождите секундочку Ну, поэтому надо было кран У меня, видите, это... Я субтильный парень Надо было кран починить И я знал, что мужская сила-то в ней осталась И она пришла и починила вам кран Ну, потом сказала, что любит меня И что хочет быть со мной Я ее выставил, и они увидели А она зареновала А я вообще чист перед всеми Знаете, давайте так Готовы ли вы просчитывать? Если Андрей сейчас мне так признается в любви Что я растаю Да, давай Я, конечно, его прощу С шапкой? Как вы... Конечно Как зовут ее? Марина Дорогая, любимая моя Марина Не врите Ну... Я очень тебя люблю Андрей Я очень хорошо к тебе отношусь Я... Ты нормальная Очень страстная в постели Такая... Середина лучшая Что есть в тебе Это середина в постели Не туда Вроде и не бревно И не секс-машина Вот среднячок, как я люблю И когда ты Вот Приходишь ко мне с утра С чайком С кофейком С коньячком Так, дальше, дальше Я самый счастливый мужчина на свете И... Боже мой Ооо Ооо Я хочу Второй раз Жениться на тебе Ооо Нет Третий Мы просто развелись Я забыл Мы один раз развелись И третий раз Не обращай Не обращай Я обращаю тебя От тревожек Давайте обнимем Андрея Все вместе Рома, как ты? Я Андрей Ты... Все, теперь ты Андрей? С этого дня Ну, как тебе? Наверняка в твоей жизни Были любовные треугольники И надо было Как-то это все распетлять Ну, беременных женщин Это самое сложное было Да? Во всей этой истории А было? Беременные женщины? Да Жена В твоей, нет В твоей жизни? В моей только, да Только жена Хорошо Сейчас, опять Ты учти, этот звук Тебя будет преследовать Всю твою жизнь Ты со своим заданием справился И эти аплодисменты говорят о том, что ты... Что это правда Спасибо тебе Это была импровизация Романа Курцина Спасибо Удивился? Ты где? У меня есть фанаты? Да Ну что, расскажи Как часто тебе приходится врать в жизни? Да вообще всем часто приходится врать Просто некоторые сознаются в этом Некоторые нет Самое главное не врать в профессии, правильно? Вот, согласен Но в профессии надо обманывать То есть История актерской вообще профессии Это надо обмануть зрителя И мне кажется, у меня получилось Обмануть зрителя, чтобы они поверили Это самый шикарный костюм За всю историю программы Я знаю Хочешь домой взять его? А я его из дома и принес Это мой Слушай, тебе очень знакома, я думаю, импровизация Ты же клево фристайлишь экспромтом Да, но это могут не все узнаем Я смогу я сегодня импровизировать Действиями, а не рифмами Ну вот мы это и посмотрим Давай вперед в игру Удачи Все клево Встречайте, СТ Ура Да, 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 да Всем привет Персонаж, конечно Узнаваемый Я очень надеюсь, что это не кино для взрослых Кстати Я же сантехник Это может быть какой-то немецкий фильм И ты сантехник тот самый Я же сантехник Я такой Который пришел Я должен прочистить О, я же Трубин, Трубин Я очень надеюсь Но на самом деле Мне кажется, тебе должно быть в этом быть комфортно Ты стебный чувак И все твои тексты Ты же не серьезно их пишешь Конечно же серьезно вообще-то Это... Ну что ж Хотел сказать импровизация Но это не импровизация Ты же рэпер Фристайл От СТ Первый раз увидел себя в зелкале Пошел Слава Богу, ты пришел, Супер Марио Принцесса, привет! Наконец-то мы сможем сбежать отсюда Но почему ты меня так долго не спасал? Прости Я пока бежал сюда Я боролся с разными монстрами И помимо этого Я зарабатывал тебе деньги Не скромничай, Марио Я знаю, чтобы добраться ко мне Тебе пришлось победить очень много злодеев Расскажи, с кем ты сражался? О, это был злостный сотрудник ДПС Он меня такой Стой, Супер Марио Ты явно под грибами Марио, тебе надо перестать есть грибы Такие злодеи в нашем лесу не водятся А еще тебя ждали невыполнимые миссии Расскажи, что это за миссия? О, первая моя сложная миссия Это была закрыть кредит за твое платье Вторая моя сложная миссия Была записаться на эпиляцию усов Но я провалил ее И у меня кончились деньги Тебе пришлось нелегко, Супер Марио Ну расскажи, как обычный сантехник Умудряется так хорошо и привлекательно выглядеть? Ну, ты же понимаешь, принцесса Что мы живем в такой Замечательной, волшебной стране Где люди спускают деньги в унитаз А тут Как раз Я Марио Как же хорошо, что ты здесь Но почему ты не сбрил свои усы? Ведь ты же знаешь, что они мне не нравятся Нравятся, не нравятся Спи, моя красавица Марио, знаешь Если честно, я немного по-другому представляла свое спасение Я хотела, чтобы ты, как настоящий итальянец Ворвался ко мне И экспрессивно признался мне в любви Врывайся А эта передача точно выходит поздно вечером? Принцесса О! Я, пожалуй, пока не буду выходить Я посмотрю здесь Да А, так вот как ты выглядишь, сантехник По которому сохнут все принцессы Да? Все, Марио, пора вешать вантус на гвоздь. Давай. Ты заведомо проиграл. Посмотрим, посмотрим. Давай, есть у тебя какое-нибудь дело, которое бы ты хотел успеть сделать до того, как я с тобой расправлюсь? Да. Что? Я бы хотел, чтобы Филипп Киркоров не получал больше музыкальной премии. Честно говоря, я даже рад, что ты не успеешь это сделать. Марио, погоди. Я слышу, ты всемогущий, когда съедаешь гриб? А кто тебе рассказал? Да, вся игра об этом знает. Я тоже сегодня подготовил себе такой же гриб. Стой. Почему? Не все, что может делать супер Марио, может делать маленький дракон. А вот сейчас мы и проверим, где мой гриб. Стой, дракон. Марио, что с ним? Это стандартная неопытность. Он не читал инструкцию. Получается, ты победил дракона? Я победил дракона. И это пусть будет всем уроком. Не ешьте грибы. Не ешьте грибы. Теперь нужно достать ключ, чтобы освободить меня, иначе мне не выбраться. Тебе не выбраться? Привет, Марио. Привет, Саб-Зиро и Аладдин. Привет, Марио. Мы из Труксоюза компьютерных героев. Привет, привет. Не бейте дракона, он уже плох. Мы слышали, тебе нужна помощь. Вначале помогите мне достать суперключ. Судя по логике компьютерных игр, ключ находится в труднодоступном месте. Мне кажется, он на флаге. Да. Спасибо. Тогда давай сделаем более нужное. Я достану ключ, а ты заморозь на зиму грибы. И убери их в морозилку. Прости, дракон. Давай же, Марио, спаси меня. Смотри. Смотри. Ура! 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 Ну что, круто! Это была такая общая крутая галлюцинация вообще. Как тебе этот мирок вообще? Ты хотел бы там, ну, раз в неделю там бывать? Мне очень понравилось. Мне очень нравится заработок в этом мире. То есть это единственное место, где можно биться головой и действительно это принесет результат. Да, в нашем мире, к сожалению, не всегда так. Я тебя поздравляю, ты временами очень круто попадал и явно ты был в своей тарелке, в своей игре. Это было СТ, это было круто. Камиль, привет! Слава богу, ты пришел. Да, пришел, пришел. Скажи, пожалуйста, это очень сложный и дурацкий вопрос, но было ли у тебя такое на сцене, когда ты прям не помнишь текст и ты начинаешь импровизировать? Ну, вопрос абсолютно не дурацкий. Бывает, знаешь, от чего бывает? Ну, то, что ты настолько его хорошо знаешь, ты его играешь уже лет 20, и вот тут момент происходит, что ты, понимаешь, обратная штука. И партнер смотрит на тебя, говорит, ну что, и начинаешь просто лепить горба-то вашу, называется. Ну, вот сейчас у тебя как раз будет момент, когда ты вообще не знаешь, кто ты, что ты, и я желаю тебе удачи, все будет так же смешно, как в ваших фильмах. Все, спасибо. Встречайте, Камиль Ларин! Я по дороге куда-то потерял лыжи, палки, я так понимаю. А ты думаешь, ты спортсмен? Я не думаю, я уверен. Уверен? Да, ну, конечно, ну, смотрите, спортивная, да, какая форма у меня, понимаешь? Я... В форме ты в хорошей, но как-то одежда все-таки, мне кажется, не очень спортивная. В форме хорошая, но не нашей команды. Это больше даже какой-то, не знаю, татарский Стив Джобс. Ты знаешь, со стороны виднее, конечно. Да, а есть какие-то варианты у нас? Барыга! Барыга? Три человека закричали «барыга». Я же вас просил, молчай, это трое просто со мной пришли. Они приехали, говорят, да. Это личную неприязнь испытывают. Да, ладно, томить не будем, поехали. Вот, уже неплохо. Уже неплохо. Слава Богу! Ох! Чихо, слава Богу, это ты пришел. Братан, привет. Слушай, что, я один должен воровать? Ты где застрял? Подожди, воровать? Воровать! Воровать, а-а-а! Воровать! Мы все-таки пошли на дело. А я думаю, мы вчера бухали, 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 а потом что-то с утра проснулся, не понимаю, черт. Ну, а, слушай, вот еще, ты мне вчера прислал несколько этих голосовых сообщений. Не, я реально понимаю, что ты хотел, чтобы никто не догадался. Но в итоге даже я не догадался. Вот, вот смотри, слушай. Черные куропатки должны оказаться на ферме, когда гуси перестанут гоготать. Блин, это же я ребенку на ночь книжку читал, сказку. У тебя ребенок не писается от страха? Нет, ты что? Нет, все нормально. Нет, ему уже 15 лет, что он писается будет? Нормальный ребенок. Но сказки слушают. Конечно, я сам до 25 слушаю. Ну, что нам мешает грабить-то? В принципе, ничего, в принципе, ничего. Сейчас, сейчас. Тихо. Здорово, мужики. О, господи, здорово. Здорово. Все нормально? Привет. А что это за шапкой? А, ой, жена мою черную шапочку забрала, ушла. Ну, пришлось как-то выкручиваться. Так что давайте ближе к делу, у меня там ребенок без шапки гуляет. А, ну, ну, что, давай. Что за квартира-то, ну? Что за квартира? Ну, квартира, квартира какая, квартира. Куда мы пришли-то, я не знаю. Как-то к тебе вопрос. А, ну, короче говоря, это самое, знакомая моя, вот, знакомая какая-то. А, знакомая твоя, это уж бывшая твоя. Бывшая твоя. Я что, не знаю, что ли, как она выглядит? Ты что задумал-то, а? Да ладно. Ну? Ну, что, грабанем ее, ну, нормально. Это же, это все я купил. Я ей все покупал, ну. Так, значит, давай, вот ты очень потихоньку вспоминай, что ты ей дарил. Сейчас все заберем. Компьютер забираем. Компьютер давай забираем. Что ты ей ценного дарил? Перечисляем. Корер вот, персидский. Тоже, да, сыграем? Давай, давай, сворачивай. Сейчас пока сворачивай, давай. Ворачивай. О, мужики! Что такое? Тут сейф. Да ладно. Да, смотри-ка. О! Перчаток нет, перчаток нет? Нет. Да плевать. Когда день рождения, например? День рождения какой? Когда? 15 декабря. 15 декабря. 15 декабря. 15 декабря. 15 декабря, да. Или 12-15. 12. Нет, нет, не подходит, не подходит. Нет. Слушай, я попробую один, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, наш баба, ну. О, смотрите. Нормально. Так, что там еще? Забирай. Заберем. Тихо. Так. Блин. Кто? Что? Не успели ничего. Так, короче, говори что-нибудь, говори, что соскучился, да? А мы пока что-нибудь еще... Как ее звать-то я забыл. Включу, да? Что? А мы пока тут это... Все. Отключаю. Да, давай. Сейчас, сейчас. Веруся. Милая, это тебе. Я соскучился. Я так долго тебя не видел. Веруся. Веруся, милая. Милая. Подожди, музыка, цветы. К чему это? Это все для тебя. Все для тебя. Ложись. Садись. 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 Давай ляжем попозже. Давай ляжем попозже. Просто присядь, просто присядь. Я очень скучал по тебе. Я очень... Ты прекрасно выглядишь. Это водичка. Водички, прости. Скажи мне, как ты жила эти годы без меня? Подожди, ты что, до сих пор думаешь обо мне? Да, постоянно. Постоянно. Ты мне снишься каждую ночь. Правда? Каждую ночь, Веруся. Честно, я тоже о тебе очень много думаю. Ну, еще бы. Мне кажется, что мы могли бы попробовать с тобой начать все сначала. Конечно. Конечно. Давай начнем все сначала. Давай поженимся. Это так неожиданно. Это неожиданно. Я понимаю. Давай мы с тобой... Давай мы с тобой завтра пойдем в ЗАГС. Завтра пойдем в ЗАГС. Вот. А сегодня я... Я ненадолго отлучусь. И... Давай потанцуем. Давай потанцуем. Мы так давно с тобой не танцевали. А какое наше свидание ты вспоминаешь чаще всего? Ммм... То, которого еще не было. Но оно будет. Оно будет. Если честно, я... Я очень скучала по тебе. Правда? Да. И особенно... Особенно по тому слову, которым ты меня очень ласково называл. Скажи его сейчас. Моя попка. Аааа. Ой. Это что? Я пойду переключу пирс. Да, да, конечно. Да, да. Ааа... Аааа. 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 О, что это? О, стоять! Руки вверх! Вы что такие? В стене! Спаси меня! Лисом! Лисом к стене! Подождите, подождите. В стене! Подождите. Мы... Мы же это... Мы... Мы музыкальная группа. Вот. Музыкальная группа. Мы же это... Это барабаны, да. А мы вот с Витей пришли помочь ему сделать предложение. Помочь, да. Это... Трубадуры. Трубадуры. Музыканты. Я специально позвал. Мы написали песню и хотим сейчас ее спеть, а... А Витя нам подпоет. Да поет ее. Да, да. Витя подпоет. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Ну, как бы репетировали, да, Жур? Да, да. Так. Мы готовы, да? Все, пойдем дальше. Готов. Да, ты туда смотри. Да, давай. И раз, два, три, четыре. Твоя жизнь — это самое важное. Без тебя нет смысла в ней. Ой, мой, мой. Чувства мои бескорыстны. Теперь ты, Витя, давай. А я скорей мне налей. А я скорей нам налей. Помню тебя одинокою. Одинокою. Потом мы стали вдвоем. Вдвоем. И вот все такое бездыханное. Бездыханное. И мы скоро будем втроем. Втроем. Вау, вау. Вау, вау. Боже, как это мило. Ну все. София. А мы с тобой валим отсюда. Валим, валим. Валим, валим. Валим, валим. Валим, валим. Валим, валим. В сердце, дорогая моя. Спасибо тебе за понимание. Я развязывалась. Ну что, в спальню? Какая романтическая история. Я думаю, что многие девушки захотели, чтобы с ними, пускай они, не знаю, пускай воры ворвутся. И пускай, ну вот, это было. А какая была романтичная песня вообще. А многие наоборот подумали. Да не дай бог. Да нет. Здесь встретиться. Ребята, нам было весело. Нам было все понятно. Иногда ты попадал очень точно. Спасибо за импровизацию. Спасибо. Это был Камиль. Ларин. Спасибо. 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 Ну, ты хоть на секундочку очутился в другом мире? Ну, да, я, по-моему, и не вышел из него. Я плакала. Скажи мне, ты почему расплакалась? Ой, не знаю. Я так вжилась прям в эту... В роль? Расстрогивала? Расстрогивала тебя. Песня, песня, песня меня прям. Песня, ты заплакала? Такого мне еще никто никогда не исполнял. Неожиданно было, да. Я думал, что я сам расплачу. Ну что ж, финал. Апогей. Финальная импровизация. Мы зовем все гостей сюда, к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я даже не знаю, какой вопрос задать. Как вы думаете, кто вы? Я Медведь Горбун или Шатун, да? Ты страшила, он дровосек, я Элли. 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 Какие-то твои мечты из тебя выходят. Нет, на Элли больше я похож. Я должен вам сказать, у нас появилось новое условие. У вас у всех в ухе есть наушник, куда Саша не злобен. Говорит задание, которое нужно будет выполнять. Это такое усложнение. Саша, пожалуйста, давай проверим коммуникацию. Да, всем привет. Подпрыгните. О, шикарно. О, опять в Марио начали играть. Все работает. Мы готовы, люди готовы. Желаем вам всем удачи. Руки-то мне никто и не подал. А я напоминаю, что это финал шоу «Замуж за Эсмеральду». И сегодня мы узнаем, кому же достанется сердце нашей прекрасной цыганки. Присаживайтесь, пожалуйста. Для начала давайте узнаем, на что готовы наши герои, чтобы Эсмеральда выбрала именно их. Эсте, отвечай в стиле госпол. О, мне нужна будет помощь зала в этом вопросе. Когда я скажу, что я ее поцелую, вы говорите «Алли Луя». Я ее прижму как родную. Скажите «Алли Луя». Молодцы. Я вам всем салютую. Я люблю «Алли». Луя. О, я так не подойду, вплотную ее облюбую. «Алли». Луя. Молодцы, дети мои. Очень хорошо, присаживайтесь. Ну что ж, на прошлой неделе Эсмеральда не смогла никого выгнать из проекта, но за нее это сделала чума. Поэтому у нас осталась тройка финалистов. Давайте освежим в памяти события прошедшей недели. Капитан, почему вы выбрали такое странное место для свидания, как тюрьма? Рома, отвечай так, как будто за тобой следят. Не двигайся, по-моему, за нами следят. Не смотрите на меня! Отвернитесь от меня, девочка! Ну тихо, тихо, тихо. Спокойно. Вы знаете, меня смутило только одно. По условиям нашей программы вам на свидание было выделено 15 минут, а вы продержали ее в камере еще 15 суток. Да, я просто как-то втянулся. Ну вот и славненько. Ветротец, ваше свидание с Эсмеральдой прошло на центральной площади нашего города. Даже я видел. Да, а в это время там шла казнь. Да, да, это было... Это нормально? Эсэ, отвечай так, как будто у тебя чесотка. Да, это было очень здорово. Вы бы знали, кого в тот день казнили. Была смена губернаторов нашего села. И... Да, очень важно. Это заразное, очень заразное. Очень важно. Очень важно. А мне, а мне, а мне. Уметь удивить человека, потому что умение удивлять, оно, знаете, это же казнь, это же тоже зрелище. Я соглашусь. Осторожно. Светлая отец. Спасибо, присаживайтесь. Вадимода, ваше свидание с Эсмеральдой прошло в голубятне. Это было очень романтично, очень. Но зачем вы съели всех голубей? Камиль, отвечай так, как будто у тебя что-то застряло в зубах. Я выбрал голубятню. Так. Потому что голубь, голубь, это чистый белок. Ну да. Желток и чеснок. Голубят я не по вашей части все-таки. Ну что ж, господа, мы вас услышали. А сейчас настало время встретиться, наконец-то, с вашей возлюбленной. Встречайте. Несравненная Эсмеральда. Уважаемые участники, Эсмеральда подготовила для вас несколько испытаний, финальных испытаний. Сейчас она все расскажет. Спасибо, моя козочка. Она петь будет? Итак, я девчонка веселая, поэтому я бы хотела, чтобы мой мужчина мог рассмешить меня в любой момент. Эсте, постарайся рассмешить ее чистушкой. Если выберешь меня, подарю тебе коня. Если выберешь его, не получишь ничего. Ты возьмешь гормотова, он тебя лопатает. Если ты выберешь меня, подарю тебе себя. А его ты не бери, у него груди три. Святой. Святой отец, не волнуйтесь. Отсутствие чувства юмора еще не грех. Как говорится, что Бог дал? Что посеешь, что и по... Нежнее. Не прошу, прошу, нежнее. Нежнее ты просишь иногда. Не надо сказать нежнее, нежнее как. Дайте очередь мою. Давайте посмотрим, как с этим справится следующий участник. Камиль, попытайся рассмешить ее, будто она годовалый младенец. У него там что-то скрипит в ухе. Это ухо. И оно скрипит? У него скрипит. Тихо. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Была бы я лет на 25 моложе, ты бы точно победила. Вот почему женщина любит мужчин постарше, понял? Ну что ж, все наши участники проявили свои таланты и попытались рассмешить Эсмеральду. Переходим к следующему заданию. Эсмеральда, что случилось? Почему ты плачешь, дорогая? Она резала лучше. Я все поняла. Я все поняла. Наконец-то. Они все пришли сюда за хайпом, попиарить себя с помощью меня. Слава богу, до нее дошло. Я не такой. Да, я такой. Я не такой. Вам не нужна любовь, как и мне. Да. Среди них нет моего человечка. Господа, попытайтесь ее успокоить. Внимание всем, очень сильно переигрывайте. Эсмеральда! Эсмеральда, стой! Эсмеральда! 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 Я скажу тебе правду, Эсмеральда! Мне боги как внушили! Только нет достойного человека! Они все голубые! Голубые! Эсмеральда! Посмотри! Как они любят себя! Эсмеральда! 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 Подождите, подождите! Программа не закончилась. Ладно, ладно, вот теперь я вам поверила. У кого звук упал? Алло, ты открой, это расходушка. Пойдем, микрофон, да, упал. Открывай, да. Да-да-да, алло-алло, алло. Мужик какой-то! Сряд, сряд. Секрет шоу-бизнеса, какой-то мужик копается у тебя сзади, и ты не обращаешь внимания. Старина. Не только шоу-бизнеса. И в этом секрет шоу-бизнеса. Тебя обманывали все эти годы. Ну что ж, вот и все. Ну а кто сегодня победит, решать ей и только ей. Эсмеральда, прошу. Но для начала я бы хотела показать вам свой сюрприз. Ой, покажи, пожалуйста. Я написала новую песню сама, и сейчас для всех вас я ее исполню. Внимание всем. Ведите себя так, как будто на вас надвигается ураган. Танцуйся, смиральдаю под эту светлую музыку. Девочка, девочка! Танцуйся, смиральдаю под эту светлую музыку. Надо все, блин, блин, блин. Не хотелось, честное слово, вас останавливать. Спасибо за эту постановку. Нам было очень круто сейчас. Но появляется Саня Незлобин. Это значит, что грустно будет сейчас. Да, прилетела одна большая бабочка и принесла маленькую бабочку, капустницу. Символ победы. И приз вручается эсмеральде. А мы подхалим. Ну что, на протяжении всей программы вы смогли все отличиться. Никто ни в грязь, лицом ни упал. Все справились. Сегодня побеждает... Слава Богу, побеждает Эсте. А теперь вот этот свой танец. Расставьте фирмен. Твой. Аллилуйя! 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 Вы все взяли со мной. Алли! Луя! Алли! Луя! Чтобы каждый жил счастлива каждый день и каждую неделю вторую. Аллилуйя! Ну что ж, дальше будет еще веселее. Увидимся через неделю. Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok